Привет всем пользователям YouTube, которые случайно, а может быть не случайно, зашли на мой канал. Девчонки, накопила я немного покупок и решила не отказывать это видео в долгий ящик и поскорее вам о них рассказать, потому что есть те продукты, на которые действительно стоит обратить ваше внимание. Совсем недавно я заметила такую вещь, что продукты от марки Tirasis, вы знаете, что я пользуюсь шампунями и кондиционерами, не весьма адекватно стали работать на моей голове. Я лично хочу это связывать с тем, что у меня просто возникло привыкание и нужно некоторое время сменить уход, может быть и помнить все у вас. И, как вы тоже уже знаете, что я была в магазине Золотое Яблоко, прогуливаясь по нему, я наткнулась на стенд одной фирмы, которую знают, наверное, уже точно все. Она знаменита тем, что она висит СЛС, парабенов, силиконов, имеет очень приятные ароматы, при этом вкусные цены и российского произведения. В общем, давайте не буду вас долго интриговать, это фирма Organic Shop. И для меня, наверное, было очень самым удивительным, что у них в ней я нашла шампунь и кондиционер. При этом у них очень огромнейший выбор различных серий, можно подобрать идеальную для себя. Но я лично, наверное, основным параметром, по которым я ориентировалась, это был запах. Вот, к примеру, я держу в руках, называется серия Сокровища Шри-Ланки. Она с органическим маслом Сандаун и индийским нынным орехом. Пахнет она, как в пустых баночках я вам показывала, гель для душа от компании Nivea, сила витаминов с ягодами, черниками и асаи. И, наверное, это был ключевой параметр, по которому я выбрала ее. Но также, кстати, вот эта серия Сокровища Шри-Ланки призначена, чтобы делать густой объем на волосах. Я все-таки передвела себе ее. Что же в результате получила, когда я ее первый раз воспользовалась? И потом последующие. По поводу шампуня. Как я сказала, что здесь содержится индийский мыльный орех, и за счет этого, я так думаю, шампуни очень хорошо пенятся. Где-то на уровне шамптул, фруктисов и прочих всех силиконовых, которые мы точно все уже использовали. Но, какая есть разница между ними? Здесь в результате, после такой густой обильной пены, вы волосы вымоете просто на раз. То есть до скрипа буквально. Не нужно этому пугаться, поскольку вот этот индийский мыльный орех, этот продукт был в Москве от наших бабушек, мам, потому что они не знали, что такое силиконы. Они вообще не переживали за счет того, что они пользуются чем-то ненатуральным, поскольку мыльный орех это натуральный продукт, за счет которого действительно может создаваться хорошая густая пена, которая неплохо будет промывать, например, волосы, или даже, вот я знаю, что добавляют, и гель для душа. Что по поводу бальзама. Здесь тоже нет такой черты, как у силиконовых бальзамов, что после того, как вы его смываете, волосы такие приятные, но шипи щелковистые. То есть на волосах все равно сохраняется некий скрип. Изначально, да, это пугает, поскольку мы привыкли, что сразу же результат налицо. Но когда вы полностью высушите ваши волосы, в принципе, они будут неплохо расчесываться, они будут блестящие, они легко поддаются укладке, но вот эта серия предназначена для густого объема, объем на волосах как бы будет создаваться, но за счет, лично чего я думала, за счет того, что будет эффект спушка, то есть волосы, которые, к примеру, есть такие мелкие отрустающие, они будут торчать в разные стороны. Поэтому эту серию также я использовала после масляного обертывания волос. То есть шампунь просто на раз смыл мое оливковое масло, и никаких проблем у меня не было с тем, что где-то оставались с такими местами непромытые волосы. То есть эту серию я могу, наверное, все-таки порекомендовать. У меня, в принципе, появилось желание попробовать и другую, но единственное, какую заметку хочу я вам дать. Когда вы будете выбирать себе, как лично, как я ориентируюсь обычно по аромату, нюхайте обязательно бальзам, поскольку бальзам будет давать финальный аромат, который потом сохранится на ваших волосах. Шампунь имеет запах все-таки немного приглушенный, даже чем-то он может отличаться. Так что, девчонки, имейте это в виду. И мне просто стало перед стендом органик шоу, я вспомнила совет одной моей подписчицы, что она мне сказала, что присмотрись, у них есть хорошие продукты для лица. И я себе выбрала. Один из них это был мягкий гаммаж для лица утренний кофе, и второй нежный пилинг для лица абрикосовая манга. Что по поводу их свойств? Оба эти продукта просто имеют очень вкусные запахи, супер натуральные. Утренний кофе действительно пахнет кофе, таким, знаете, немного разбавленным молоком. Абрикосовая манга это просто взрыв яркой свежести персиков и, вот знаете, сочной мякоти манга. По результату, который мы получаем в итоге. Мягкий гаммаж для лица органик шоу рекомендует нам вообще использовать каждый день, так как в нем все-таки содержатся не очень крупные дисперсные частицы, то есть они весьма деликатно будут скрабировать ваше лицо. И при этом вы будете получать свежий вид вашего лица практически каждый день. Что по поводу нежного пилина? Его нужно наносить на 8-10 минут и потом смывать. В результате будет превосходно очищенная обновленная кожа, насыщенная питательными веществами, смягченная, которая будет эластична и бархатистна. В принципе, в результате, когда я смыла этот нижний пилинг с лица, момент, который меня немного смутил, хотя я лично, ну, наверное, связалась с тем, что кожа у меня исполнила чувствительность, то есть были некие покраснения. Но эта проблема решилась легко и просто после того, как я нанесла легкий питательный крем. Потом на утро, когда я проснулась, не было никаких невоспалений, невыражений, то есть этими продуктами я пользуюсь без особой опаски. Единственное, что могу сказать по поводу утреннего кофе. Такой забавный момент. Может быть, конечно, будет немного дико, но все равно. Я думаю, многие из нас сталкивались с такой проблемой, что когда ты смываешь продукты с лица, может попадать часть на слюной. То есть иногда возникает такой, знаете, слегка горчащий вкус. Здесь же, когда я смывала этот скраб с лица, я почувствовала слегковатый привкус. Меня это немного, так скажу, позабавило, обрадовало. Хотя никто, конечно же, мягких гамажных лица не собирается есть, но все же он был не только приятный на запах, но и приятный на вкус. Вот такой вот был немного забавный момент. Я вообще думаю, что, наверное, я воспользуюсь этим мягким гамажом и для скраба своих. Когда я приобрела Organic Shop, я знала, что я буду делать масляное обертывание. И как-то я вообще притекула, что начинается осень, когда такая горячая пора, когда витаминов уже не так много, как летом, я даю дополнительное питание. И я знала, что меня будет давить жаба, пользоваться профессиональной серией, чтобы смывать масляное обертывание. Поэтому, бродя по магазину, я еще увидела старый проверенный гарнир фруктиз и привлекла мне в первую очередь его упаковка. Что обычно я привыкла, что фруктизы обычно все зеленые, а тут бах тебе и желтые. Для чего я предназначил, в принципе, этот шампунь. Это укрепляющий с тремя маслами для поврежденных и расслабленных волос. Что могу сразу оговориться, я считаю, тот эффект, который остается на волосах, никак не приписываю гарниеру, поскольку мне кажется, что все-таки дают масляное обертывание свое. Не знаю, стоило ли мне вообще его показывать, но все-таки почему, наверное, я его показала? Из-за того, чтобы отметить такую особенность. Я себе делала обертывание на основе лихого масла, и оно, в принципе, не такое проблематичное, чтобы его смывать с молос, но почему-то вот фруктиз у меня смывает его только с третьего раза. Это, наверное, единственное, что хотела я ответить по поводу него, так что имейте в виду, ну, хотя, может быть, это лично только лишь моя. Я продолжаю тему с волосами. Говорила, что купила себе всю линейку интенсивных фитомасок от чистой линии, и особенно хочу выявить вот эту сияние цвета клея. Она для окрашенных и нелированных волос. Выглядит ее потому, что, в принципе, она работает по сравнению с другими так же одинаково, то есть волосы в хорошем состоянии, как после салона красоты. Но, когда я первый раз ее воспользовалась, потом, бродя по дому, занимаясь своими делами, я стала замечать, что за мной уходит какой-то запах. Я никак не могу понять, откуда он. Запах довольно сильный, довольно устойчивый и не весьма приятный для меня. Потом уже, когда я закончила все свои дела, я собиралась на учебу, села в машину, и тут как-то так вот провела рукой по волосам, и чувствую, что запах усилился. И тут я вспоминаю, что я был, да, сегодня первый раз пользовалась вот этой вот маской, и я просто так вот принюхалась к ней, и поняла, что пахнет именно от волос, и честно могу сказать, что пахнет, наверное, не клеверо. Это та вещь, которая меня пока смущает вот в этой фитомаске. По своим свойствам, да, все просто отлично. По запаху, по аромату, пока такой для меня некий вопрос, буду пользоваться дальше, выскажу, если что, потом свое мнение о том. Этот продукт, который я вам покажу, он купила я уже не в золотом яблоке, купила я его в магазине Стопман. Почему присмотрела себя к нему? Вообще, что это? Это увлажняющая эмульсия от компании Нитрогина, она oil-free, то есть специально предназначена того, что она не будет забивать наши поры. А у меня есть такая проблема на лбу и на подбородке, и вообще, каждый раз, когда я сейчас выбираю себе какой-то уходный продукт из лица, я обращаю на это внимание. Почему я вам хочу его показать? Показать из-за того, что нам не понравилось, предупредить. Моя, как так сказать, история с этим средством. Пользовалась я этим средством в течение недели, и стала замечать такую вещь, что на лбу у меня стали проявляться мои старые воспаления, стали забиваться мои старые поры. Я так немного смутилась, поскольку, в принципе, продукт очень легко уносится на лицо, прекрасно его используют под макияж, то есть ни тональник, ни пудра никуда не деваются, не скатываются, ложатся хорошо и основательно. Я пользовалась дальше и замечала, что воспаление становилось все ярче, ярче и ярче. Я прекратила вообще всем воспользоваться, только каждый день носила минеральную пудру и постепенно чистила свои поры, то есть восстановила нормальное состояние кожи и снова начала вернуться к нему. Что вы думаете? Прошла неделя, и снова тот же самый результат. И тут я поняла, что это средство точно я на лицо использовать не буду. Оно отправится у меня на другое мое проблемное место, это пятки. Девчонки, к чему все это было? Если вы будете покупать, то имейте это в виду, что если у вас есть такая проблема, что ваши поры забиваются. Может быть. У меня косяк лично с моим ютюбиком, хочу услышать и ваше мнение в моих комментариях. Выскажитесь внизу под видео, я опять оставлю, как на самом деле называется это средство. Хочу услышать ваши поводы. Это, кстати, моей покупки в магазине Стокман. Была у меня довольно такая приятная для меня вещь, что расплачиваясь на кассе карточкой, покупка была весьма, кстати, бюджетная, 180 рублей. Я уже собиралась уходить, и тут меня продавец останавливает. Говорит, девушка, подождите. Я немного перепугалась, боже мой, думаю, что такое, может быть, охвата не прошла. Она мне говорит, знаете, подождите минутку, она спускается под кассу, у них там такие ящики, начинает что-то мне вложить еще в мой пакет. Потом, когда я вышла из магазина, я увидела, что это пробники. Пробники были трех духов, все они уже в пастер-баночках, об этом будет немножко попозже. И могу сказать, что я была приятно удивлена, потому что сколько я была наслышана о том, что невозможно допросить сопровников ни в Дикгоше, ни в Липале, а тут просто за совершенно бюджетную покупку мне положили перепробника. Вот это была моя такая краткая лирика, но надеюсь, что она вас тоже немного позабавила. Мы закончили, перейдем к декоративной косметике. Многое из нее вы уже видели, но видео с покупками уходит немного позже, чем мои обзоры. Но ничего страшного, хочу сказать, наверное, такое мнение через неделю, мнение в будущем, что изменилось или что не поменялось. Изначально хочу сначала показать вам опять два бибикрима. Один от компании Maybelline, другой от компании L'Oréal. По поводу Maybelline, мнение никак никуда не двигается. Также, в принципе, он разовит мне на моем лице. Вполне думаю, что я дам кому-то из своих подружек, либо родственников, поскольку мне просто жалко, что он будет занимать у меня место в моей косметичке. По поводу же L'Oréal. Мнение никуда не сдвинулось, никуда не поменялось. Я также и восхищена. Могу, девчонки, однозначно вам его порекомендовать. Многие меня, кстати, спрашивали такой вопрос, как он может скрывать недостатки, если в нем нет красящего пигмента. Пигмент, девчонки, в нем есть. Он заключается в структуре. Вот, как я говорила, он напоминает чем-то скраб. Вот эти вот сами частички и содержат пигмент. То есть, когда вы начинаете его распределять по лицу, то есть, вы будете замечать, что лицо действительно тонируется. Но тонируется таким образом, что создает магию обмаженной кожи. То есть, он практически не заметен на лице. Да, что можно сказать по поводу двух этих средств? Что вы должны понимать, что европейские бибикрема, это не настоящие. Они предназначены лишь для того, чтобы слегка тонировать тон вашей кожи. Они не будут скрывать сильных недостатков. То есть, воспользуйтесь корректором пудры, и вы сможете перевести свою кожу в идеальное лицо. В идеальное лицо. В идеальное состояние. Будете выглядеть просто на пятерку и пять с плюсом. Продукт моего восхищения. Это опять выжидкая подводка от Виперы. Пользуюсь я уже ей где-то в течение месяца, и восторгу моему до сих пор нет предела. Отличная подводка. Стоит весьма бюджетно. Да, может быть не так просто ее найти, но мне в Екатеринбурге ее приобрести. Я точно знаю. Как она работает на вашем глазу? Наносится буквально в пару движений. Никаких проблем нет. И воспользуются либо с утра, либо когда у вас трясутся руки, либо вы только начинаете заниматься макияжем. Я даже могу сказать, что, к примеру, я вот так вот могу взять вот такую пару и создать свой естественный, хороший макияж на каждый день. Из декоративной косметики будет у меня блеск от компании Artvisage. Это 301 оттенок. Вот у него, в принципе, такой интересный, интересная у него упаковка. То есть золотистый такой колпачок. То есть смотрится он весьма и весьма припекательный. Цвет, да, может, конечно, кого-то смутить, но что у меня тоже, какая история у меня была связана вот с этим блеском. Когда у меня девчонки увидели его в косметичке, они так сразу заглянули, ой, что это у тебя, что это? Это, наверное, так безумно дорого. Я говорю, 50 рублей. В общем, блеск имеет маленькую кисточку, приятный аромат арбузной жвачки. Вот такой вот довольно яркий цвет, который сохраняется только после того, как вы нанесете его на губы. Проходит где-то минут 10, и он начинает слезать. Вообще до этого я не сталкивалась с тем, что блески как-то могут стекать, куда-то убегать с губ. Ну, не знаю, слава богу, не встречалось на моем веку. А тут вот оно. Компания Artvisage подготовила мне такую подляну. В принципе, блеск неплохой. Когда вы наносите первый раз, кажется, что вы нанесли не блеск, а даже жидкую помаду. То есть в нем очень хорошая тонирующая основа. Да, в принципе, можно вот так вот объединять губы, то есть восстановить снова цвет, но он не будет таким же ярким, как после первого нанесения. Не могу сказать, что я остаюсь довольна им. Просто хочу, хотела вам показать и также в некой степени предупредить. Такого был у меня рассказ про мои покупки. Да, их было немного, а рассказ был длинный, но я думаю, что вы все равно приятно провели со мной время. Всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Моим подписчикам я выражаю отдельную благодарность. Новым подписчикам говорю, подписывайтесь. Вам здесь будет интересно. Всем до новых встреч. Пока-пока. Ваша полная глазка.